Всем привет! Сегодня у нас 25 июля. Ой, посмотрите, сколько там. Не знаю, что это голуби или что это за птица. Стайка. Вот такая у нас сегодня погода. На улице прохладно, но не холодно. Только что был дождь, который моросил, потом припустился посильнее. Такие молоденькие побеги винограда. Так люблю эту зелень. Обожаю, обожаю. Эти капельки. Ой, хорошо. Люблю в такую погоду, конечно, дома быть. Хотя прогуляться, знаете, когда нет сильного ветра. Почему нет? Такие груши у нас. Всё созревает, да? Там вот виноградик. От дождя упали ветки, нужно опять подвязывать. Вот. Открываются соцветия флокса. Ну, под дождём падают. Вот очень жаль, конечно. Ой. Вообще так хорошо. Смотрите, какая смешная слива. Груша, груша. Ой, это такой ветер сильный. И прохладненько. Сразу яблочки у нас созревают. Но у нас гостей тут каждый день полно. Полно гостей. Смотрите, уже краснеют яблочки. Вот какая красота. Но у нас тут, конечно, и попугаи каждый день. Вчера были сойки. Красивые такие. Фламса. Край у нас, говорят. Я вот если найду фото, вставлю. Вчера я не успела сделать. У этого яблока падает. Падает яблоко. Очень много падает яблок. Вот был сильный ветер. Нужно сейчас будет убирать. Видите? Но падает очень много. Видите уже каких обгрызанных яблок. Ох, вот какое большое яблочко. Ох, там какой огурец висит у меня. Вот, конечно, видите, как упала и потемнела от дождя гортензия. Гортензия, конечно же, дождь не любит. Очень жаль. Видите? Здесь у нас вот инжир. Здесь у нас вот инжир. А здесь вот, видите, созревают ягоды, голубики. Ну вот что интересно, муж спрашивает, говорит, ты уже обрывала? Я говорю, нет. А посмотрите, а ягод нет. Видите? И сегодня я увидела, кто у нас здесь ворует ягоды. Дрозд. И вот, видите, даже вот она прилетала. И что-то там у червяков, может быть, долбала земля. Вот на... Прямо на дорожке. Вот такая погода у нас. Ой, много-много роз на этом кусте. Вот. Смотрите, есть веточка вот по одной. А здесь, посмотрите, сколько. Вот такая погодка. Но я, знаете, еще что хотела сказать? Что я делала видео и загрузила его в YouTube. И мне не пришло никакого сообщения, что там нарушение каких-то авторских правов или еще что-то. Но видео почему-то пропало, исчезло. Так. Здесь вот розы. И я вначале не могла понять, хотя я подозревала. Я делала видео. Такие, знаете, сделала такую нарезочку. Очень интересную. Из фильма, который я посмотрела нидерландский. Очень легкий, такой отдыхающий фильм. Приятно посмотреть. Вот для хорошего настроения. Знаете, мне очень понравилось. Но самое главное, что он очень красиво снят. Снят в северной Голландии. Очень красиво показано. Собственно, жизнь, пейзажи, обычная жизнь. Вот обычных людей, каких-то и состоятельных людей. В общем, очень легкий, интересный, но очень такой красивый и яркий фильм. И мне так захотелось поделиться с вами. Потом еще я туда вставила тоже очень интересная передача, где известный певец, презентатор здесь в Нидерландах. И он показывает жизнь очень-очень взрослых нидерландцев. Людей, которым около ста или за сто лет. И вот там была передача как раз о жизни одного мужчины, которому исполнилось 101 год. И вот насколько он активен в жизни. Ну, в общем, очень интересная такая передача. И еще одна интересная передача о морепродуктах. И вот там как раз в супермаркете мы можем купить такой коктейль морепродуктов. Есть такой небольшой пакет, который стоит 5 евро. И там и мидии, и какие-то еще там, я уже даже не помню, что там, креветки. И даже крабовые палочки. Ну, вот и когда стали смотреть, что же это за продукты, откуда они, а у нас-то побережье Северного моря, и оказалось, что там ничего нет из Нидерландов. Хотя здесь море кишит, скажем так, полно всего. Почему же у нас продают продукты из Желтого моря, из Китайского моря? Понимаете, вот что это, почему? Ну, и там они разбираются. Почему? Ну, естественно, это все рынок. Да, и все это не просто так. Ну, в общем, вот такую нарезочку я вам делала из этих передач. Очень хотелось поделиться. Но это оказалось невозможным. Ютуб это заблокировал. Очень-очень жаль мне, конечно. Ну, что поделаешь. Что поделаешь. Вот уже начинает солнышко проглядывать. Здесь вот спрятался маленький такой клематис распустился. Молоденький. Сейчас сфотографирую. Ой, у меня такой вот росток, сильный росток киви. Красавец. В общем, очень жаль, что мне удалось поделиться. Но это авторские права. Ничего не поделаешь. Ну, во всяком случае, я хотя бы рассказала об этом. Если вам интересно, интересно жизнь, менталитет, спрашивайте. Я с радостью поделюсь. У меня есть некоторые идеи, видео, о чем рассказать, что показать. А ну-ка найдет кто-нибудь себе четырехлестник. Посмотрите. Ну, в общем, жизнь прекрасна и замечательна. Лето в разгаре, все зеленое, красивое. Ну, конечно же, лето уже перевалило, скажем так, за половину. Ну, я думаю, еще будет хорошая погода. Ну, собственно, что значит хорошая погода, да? Какая погода хорошая и для кого? Мне вот эта погода тоже очень нравится, очень нравится. Почему-то, ну, с возрастом, да, с лишними килограммами начинаешь что-то ценить больше, что-то меньше, вкусы меняются, да? Я когда-то очень любила мороженое, сейчас и даром не нать. Да, вот-вот, как говорится. Ну, это жизнь, так бывает. Желаю вам всем хорошего настроения и всех благ. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok